Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение. Я Евгений Монархович. Эта неделя была отмечена грандиозным футбольным матчем на стадионе «Юность». 26-й тур 31-го чемпионата Республики Беларусь по футболу для нашей славы Мозырь проходил на родном для нее стадионе «Юность». Соперник – самый титулованный клуб в суверенной истории отечественного футбола «Борисовский Баты». Значение результата для обеих команд трудно переоценить, ибо наша команда всеми силами выбирает сезоны переходных матчей за право остаться выше лиги. Борисовчане оспаривают медали. Перед этой игрой золотые, но при условии неудачного результата команда Минской области уже ставила бы себе задачу удержать серебро. Словом, мотивация, что у хозяев, что у гостей была на уровне. И в субботу, 16 октября, на поле стадиона «Юность» вышли. В красно-черной форме с гербом Слави Мозырь на груди, воротарь и капитан Михаил Барановский, полевые игроки Семен Шестиловский, Кристиан Дросс, Фрэнсис Нарх, Юрий Лавец, Андрей Ольшаник, Глеб Жердев, Эмманель Авона Эсога, Игорь Тиманюк, Руслан Курбанов и Георгий Бугулов. Днем ранее встречались дублеры, и в том поединке сильнее оказались гости, дважды отыгрывшиеся. После голов Артем Петренко и Владислава Полоза. Кстати, оба футболиста пребывали в резерве матча главных команд, который начался голом нашего ворота. К счастью, голом незащитным рефери матча из Грода Дмитрий Доля зафиксировал нарушение на Михаиле Барановском, далеко вышедшем из ворот. Фалил хорошо знакомый полейским болельщикам футбола Илья Василевич, защищавший Святославию Мозырь в прошлом сезоне. Далее пошла обоюдоострая игра, и было приятно отмечать, что Славия Мозырь не уступала брестовчанам, которые изначально рассматривались в качестве фаворита, но футбол, спорт в целом тем и прекрасен, что в нем нельзя все распределить заранее. Зрители, а их было на матче согласно протоколу 1210 человек, живо приставили каждый голевой момент, особенно если он возникал у ворот команды гостей. И наверняка гости не ожидали такого атакующего натиска от нашей команды, которая по мере развития тайма все острее таковала оппонента. Болельщики футбола со стажем привыкли, что в играх с участием БАТЭ именно брестовчане значительную часть времени контролируют мяч, а тут Славия Мозырь вела игру, был прессинг. Порой удачно, как в том эпизоде, когда Андрей Альшаник отвоевал мяч, а после проход и удар по воротам, пусть не слишком опасный, но все же. Хорошо действовала и наша защита, когда ей приходилось вступать в игру, и грамотно, выбирая позицию, наши футболисты оборонительного плана не позволяли сопернику создавать значимую угрозу ворота Михаила Барновского. Количество атак нашей команды, их качество радовало, и пусть тратать борисовчан до пройда времени отражало удара, так как это было завершением комбинации Глебом Жердевым, тенденция обнадеживала. Правда, порой гости напоминали, что БАТЭ – это БАТЭ, при любых обстоятельствах, и был эпизод, когда удача, кажется, была на стороне командохозяев стадиона «Юность». Активны были и наши африканские легионеры. Они к концовке чемпионата обещают стать самым опасным атакующим тандемом белорусского клубного футбола. Речь о габонце Амоноэ Леавоне Асоге и ганце Фрэнсисе Нархе, который, несомненно, является одним из лучших футболистов 31-го чемпионата страны на сегодняшний день. Градус матча повышался, борьба становилась упорнее, жестче, и порой столкновения приводили к падениям, гримасам боли. Но это футбол – игра настоящих мужчин. Вскоре, кстати, участник того столкновения Глеб Жердев получил желтую карточку, на 26-й минуте за срыв атаки соперника с помощью фола. После игра продолжилась. Штрафной удар, обещавший быть опасным для наших ворот, с помощью Амоноэля Авон Аясога был нейтрализован. Счет остался прежним – 0-0. В этом матче всем игрокам нужно было сохранять концентрацию каждую секунду, ибо малейшее расслабление грозило обернуться опасным моментом, а то и голом. Но, сразу скажем об этом, голов в первом тайме зрители не увидели. Хотя, несмотря на первоначальные цифры на табло, ни в коем случае нельзя сказать, что тайм был неинтересен. На поле шла захватывающая борьба, а она, как известно, приводит к голам, пусть и не сразу. Хороший матч проводил наш опытный голкипер Михаил Барановский. Не очень хорошо проведший первую половину сезона, но, кажется, в последний третий турнир это снова тот Миша, который выручает команду даже в самых, казалось, безнадежных ситуациях. И, несмотря на свои 38 лет, это голкипер что надо. Гораздо острее, чем это было раньше, у нашей команды и розыгрыш стандартных положений, например, угловых. Они завершаются акцентированными ударами по воротам, пусть не всегда точными, но дорогу оселит идущий, в данном случае бьющий. Удары не стеснялся носить наш 11-й номер Юрий Ловец. Правда, этим ударам не хватало точности, а ведь были ситуации, когда по воротам было тяжелее промазать, чем попасть. Ну, матчевое волнение делало свое дело. Со стороны Борисовчан тоже были моменты, которые болельщики Абате могли охарактеризовать как упущенные, но наша оборона не дремала. И, в частности, Семен Шестиловский не единожды действовал самоотверженно и эффективно. Как мы уже говорили, первый тайм завершился со счетом 0-0. В перерыве состоялись традиционные розыгрыши призов от футбольного клуба «Славия Мозырь» и его партнеров. Вместе со Славкой, неподражаемый пресс-секретарь нашего клуба, Геннадий Владимирович Роковщик, не позволял зрителям, особенно из числа юных любителей футбола, скучать. А после настало время второго тайма, на который обе команды вышли в первоначальных составах и не успели болельщики, отлучавшиеся в перерывах со своих мест, расположиться на привычных позициях, как был забит первый гол этой встречи. Это Андрей Альшаник, отлично прорвавшись по левому флангу атаки «Славия Мозырь» и схитрился дать пас Францису Нарху, а тот со своей любимой ударной зоны направил мяч в ворота. И вратарь Баты Андрей Кудровец в стремлении нейтрализовать угрозу записал на свой счет автогол. 1-0, обидный гол для команды гостей и очередной шедевр Фрэнсиса Нарха. Здесь еще раз отметим Андрея Альшаника, отыгравшего свой эпизод до конца. Браво! Этот гол просто вдохновил трибуны стадиона «Юность», которые требовали продолжения, но и Баты. Тренеры и футболисты понимали, как важно скорее выронить ситуацию на поле и на табло. Натиз в командах в желтой форме усиливался. И, наконец, на 54-й минуте в результате опасной многоэтапной на завершающей фазе атаки ответный гол подопечных Виталия Нидовича Жуковского, его автор Евгений Яблонский, 1-1. Как и в случае с первым забитым мячом, гол был забит дальним ударом и не без помощи везения. Здесь мы имеем в виду всю комбинацию. В другом матче можно было подумать, что Баты только начинает поворачивать победный вектор в свою сторону, но славя Мозырь в тот день была хороша, и долгие 10 минут футбольной дружины Мозырь и Борисова боролись за право ведущего этой игры. За третий гол встречи, который позволил бы одной из команд захватить преимущество в счете, сделать весомую заявку на общую победу. Нередко соперники не церемонились друг с другом в борьбе, стараясь оставить за собой последнее слово в игровом эпизоде. Случалось лезвие на столкновении и становились штрафные удары, правда, не приносившие особые дивиденды командам их исполнявшим. Другое дело контратаки, одна из которых на 64-й минуте привела к успеху нашей команды. Неточный пас борисовчанина, перехватывая Манайли Абона и Сога, его проход, борьба, после чего мяч подхватил Глеб Жердев и его шедевр, начавшийся с подбора, продолжившийся проходом, финтом, завершившийся ударом и одним из самых красивых голов забитых когда-либо на стадионе «Юность». 2-1 и прекрасный гол. Впрочем, разве Славия Мозырь может забивать иначе? Через две минуты случилась первая замена в матче. Илью Васильевича сменил Дмитрий Юсов. Наш тренерский штаб ответил своей рокировкой. Руслан Курбанов на Евгения Барсукова. Шла 68-я минута встречи. Вскоре Глеб Жердев мог сотворить дубль, но наш 19-й номер не слишком удачно сработал на завершающей фазе атаки. Хотя пас Юрия Ловца был что надо. И что надо была игра нашего замечательного голкипера Михаила Барановского, который ликвидировал угрозу после опаснейшего выхода соперника один в один. 73-я минута и вместо Павла Карасева Сергей Волков был признан усилить борисовскую атаку. Через минуту с небольшим гостям удался хороший проход по левому флангу их атаки, которая все же, и к счастью для болельщиков стадиона «Юность», прервалась Михаилом Барановским, который завладел мечом. 75-я минута и желтая карточка Эммануэля Авона Эсога. После этого сразу же Глеба Жерзева сменил Александр Раевский, воспитанник Мозорского футбола игрокопытный, фундаментальный. После 3 минуты интереснейшей игры, прервавшейся свистком судей, штрафным ударом, с которым без особого труда справился один из лучших игроков матча Михаил Барановский. 78-я минута и Павел Рыбак меняет Захара Волкова. Момент, когда Фортуна продемонстрировала свои предпочтения в тот игровой вечер, хотя правильно говорят, что везет сильнейшим, и последующие события показали. Доказали, что сильнее в той футбольной встрече были хозяева тура Славия Мозорь. Словно пантера налетел на соперника Фрэнсис Нарк, завладевший добычей в виде мяча. Дальше блестящий проход, прерванный с нарушением правил Павел Рыбаку, что было оценено судью с желтой карточкой. И сие вызвало творческие споры, ибо наши игроки видели этот эпизод как фолл последней надежды. Борисовчане спорили, причем не только с рефери, и то к тому с желтой карточки. Михаилу Барновскому, Шахбозу Умарову, Евгению Барсукову. Но что карточки, когда последовало такое продолжение, как удар Евгения Барсукова, и снова приходится характеризовать действия нашего игрока как шедевральные. Прекрасный, практически без разбега удар нашего восьмого номера, и счет стал 3-1. Невероятно. Но Славия Мозорь выигрывала УБТ, причем никто из присутствующих на матче, видевших эту игру, не мог сказать, что вышло это случайно. Играла наша футбольная дружина хорошо. Команда и ее болельщики слились воедино в радостном порыве. Все понимали. За оставшееся время гости не успеют изменить ход матча. Так и случилось. Борисовчане провели еще две замены. Вначале, сразу после гола от греха подальше Шахбоза Умарова, сменили на Дмитрия Бессмертного, позже Павла Нехайчика, на Романа Пилецкого. Вновь Михаил Барановский на последнем рубеже обороны творил чудеса, препятствия случиться еще одному шедевральному голу, уже в исполнении борисовской команды. Уже в добавленное время на поле вышел воспитанник футбольного клуба «Славия Мозорь», а вскоре прозвучал финальный свисток, возвещавший об одной из самых ярких побед футбольного клуба «Славия Мозорь» в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу. Это был настоящий праздник для всех, кто любит, поддерживает, как это говорит, болеет за футбольный клуб «Славия Мозорь». А вот для соперника это был не лучший поединок и, естественно, не самое радужное настроение. Очень огорчены поражением. В принципе, так и общались с футболистами, и готовились к тому, что будет сложная игра. Так и получилось, но, к сожалению, огромному сожалению, мы не смогли реализовать выходы в один-в-один. И такие были неплохие моменты, которые, вместо того, чтобы с пяти метров попадать, у нас мяч почему-то вылетал вообще в другую сторону. Были такие моменты даже. А у «Славия», в принципе, я считаю, что шикарные голы забиты были. Там, наверное, мне кажется, три гола с двадцати пяти, наверное, может, и больше метров. Ну, бывает. Видели игры. Где-то им не везло. Даже в прошлой игре с Гомелем, перекладинный мяч выскакивал, не в ворота заскакивал. Сейчас, сегодня сложилось так, тем футболом интересен, что рано или поздно где-то удача поворачивается. Ну, в сегодняшней игре она повернулась нашему аминенту. И, в принципе, три дальних таких ударов решили исход встречи. Совсем другое настроение было у нашего главного тренера, который, правда, был сдержан в проявлении эмоций, но право эта победа стала одним из самых заметных достижений тренерского штаба второго руководства Михаила Алексеевича Мартиновича. Хорошая игра, очень хорошая игра в исполнении нашей команды. То есть, была видна и заряженность, и движение, и скорость. Поэтому, говорю, та агрессия, здоровая агрессия, которая сегодня присутствовала в футбольном поле, и, наверное, помогла нам добиться положительного радиката. Далее вопрос от прессы по поводу забитых мячей. Какой из них, по мнению Михаила Алексеевича, был самым красивым? Это все три гола, и просто... Все и по делу, и по игре, и по ситуации, и все три гола получились даже, ну, на заглядение красивое. Ярко выступили на прошлой неделе и наши юношеские команды футбольного клуба «Славия Мозрь». Особенно дружина 2005 года рождения, обыгравшая своих оппонентов и «Смолевичи» со счетом 11-0. Согласно протоколу, голы на счету Кирилла Павленко, Владислава Радевича, Федора Змушко, Данила Турчина, по два гола на счету Евгения Мышковца и Данила Цыка, хитрику Артема Костяшкина. Играли мы на выезде с футбольного клуба «Смолевичи». 11-0 выиграли, да. Честно говоря, в общем, не очень-то мне это по душе. Конечно, счет приятный, понятное дело. Все было достойно, ребята старались. Очень много наигранных наших ситуаций проработали в этом матче. Но, к сожалению, вот такие соперники, они не дают возможности роста футболиста. Поэтому вот здесь была немножко проблема в этой ситуации. Мне это не очень понравилось. А вообще сейчас первый круг идет и, скажем так, я работой ребят 2005 года на данный момент доволен. Конечно, улучшать нам много есть чего, но на данный момент все более-менее стабильно. После этой победы команда футбольного клуба «Славия Мозырь» 2005 года рождения занимает третье место в первой лиге «Зонный Восток» с оставанием от первой команды в три очка. Но, чтобы выйти напрямую в высшую лигу, нужно занять первое место. Вторая позиция дает право на стыковые матчи со второй командой зоны «Запад». Верим, это под силу нашим ребятам, которые уже привлекаются для тренировок дублирующего состава футбольного клуба «Славия Мозырь». Да, в этом сезоне мы ставим задачу однозначно выиграть. Мы очень хотим выиграть этот чемпионат по первой лиге. У нас есть все шансы для этого. И если мы подойдем без травм, без болезней и будем к каждому матчу готовиться, вот как мы сейчас готовились последние 3-4 недели, вот практически с самого начала этого чемпионата, то я думаю, что шансы у нас есть очень хорошие выиграть эту лигу. А ребята, конечно, уже некоторые из ребят 2005 года привлекаются к тренировочному процессу в дублирующем составе. И я считаю, что, конечно, в этом возрасте есть достойные ребята, которые смогут пополнить ряды наши. Крупно победила своих оппонентов из гомельского ДСК 9-0 команда 2006 года рождения тренер Игорь Николаевич Романов. Отличились Олег Маковский, Владислав Хамутовский, дважды Кирилл Климовцев и пять раз Роман Матюшенко огорчал вратаря соперника. В ничью 3-3 сыграли подопечные Сан Саныча Клименко 2004 года рождения с Гомелем. Голы за Славой Мозырь забивали. Денис Тарасенко, Никита Жулега один гол гомельчане забили себе сами. К сожалению, было и поражение со счетом 1-5 команды 2007 года рождения тренер Юрий Дмитриевич Ярков. Гол в составе нашей дружины на счету Вадима Куприенко. Возвращаясь к 26-му туру 31-й чемпионат страны по футболу отметим техническую победу Грудненского Немана над Реческим спутником и результаты матчей Источ-Луцк 2-0 с таким же счетом Сморгонь у себя дома обыграла Витебск. Минские гомель разошлись с ничью 0-0 Рух Динамо Минск 1-3 Энергетик Бугу Динамо Брест нулевая ничья и наконец Шахтер Торпеда Белаз 3-1 После этого уже можно смело говорить о победе в чемпионате второй раз кряду с Олигурского Шахтера и обострении борьбы за медали. Также отметим, что только одну очку отделяет Слава и Мозри от 13-го места и предварим следующий 27-й тур который стартует уже на этой неделе. В пятницу матчем Неман Грудна Батеборисов и в тот же день Минская Динамо получит технически 3 очка за победу над реческим спутником который, к сожалению прекратил свое существование. Суббота 23 октября это встреча с Луцкой Сморгони Витебской Шахтера Гомеля Энергетик БГУ а также Брестского Динамо и Ислачи. Наконец в воскресенье 24 октября Торпеды Белаз Жудин Рух Брест и главный для нас матч 13 часов 30 минут стадион Трактор город Минск где местные одноименный клуб принимают нашу родную любимую Славию Мозырь не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья будем надеяться что нынешняя осень станет золотой для футбольного клуба Славия Мозырь который концовку чемпионата проведет блестяще. Переди матч с футбольным клубом Минск и мы не сомневаемся что наша команда может победить но только с вашей помощью. Переживайте за футбольный клуб Славия Мозырь поверьте он этого достоин. А на сегодня это все. С вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фиснер. До свидания.